еще раз показываю дерево которое человек закупил с помощью так старался закупить вот здесь вот искалечи дерева искалечи дерево да искалечи тогда в них это про зачем потом убили люди перестали красить страшнейшая ошибка красить красить и вы это знаете и хотя я нагоняю ужас это не касается миллионов людей которые все равно будут красить перед зимой будут красить и губить деревья а мне очень тяжело приходит в каком плане да я и так знаю что это смертельная вещь я так стараюсь находить аргументы почему бы душу я никто звать не как помните какой-то металл вот и мне приходится быть на голову выше потому что разбудим профессора ночью который читает лекции скажет да надо билить знает ли он что место по белке уже покраска и она прилипает на века вот можно знать портить ну первая мысль да билить и студентам своим научат билить и в садах ученых все побили на верную связь почему нельзя господа профессор тот самый доктор наук ну то тебя уже вреда много сколько людей видела как ты садил ям кто-то один возьмите поговорите на ученым совете скажите может быть железо право давайте мы сейчас вырастим тысячу семян и семян тысячу саженцев можете ажиабрикосы вот вот яблый бурж вот может ценных может малоценных конце концов 500 покрасим побелим а 500 не будет и давайте сравним год за годом пусть пройдет 3 5 больше не понадобится сделаем выводы и скажем нельзя белить или железо там столько лет мозги пудрил это голову морочил сколько из-за него люди деревья потеряли сколько деревьев было погублено потому что не били а должно быть так вы понимаете я то несколько раз показывать вот я уже иногда в отчаянии я бывает показывал знаете почему именно в отчаянии ну как получается что это твое такое ну почему и почему не может хоть одного доктора наук и директора института в конце концов просто ответственного товарища патриота страны а если железо говорит миллионы деревьев гибнут из-за покраски белой краской подчеркиваю не по белкам белая краска читайте читайте как написано краска для побелки это уже хитро читайте если железо говорит что погублены миллионы деревьев давайте проверим ну должен быть какой-то уровень ответственно какая-то почему здесь не побегу они не хотят погибать тут же посмотри то то что же такое творится они не хотят погибать вы понимаете не хотят вот это вот видите сколько у меня вопросов науки а так как я до сих пор в одиночку воюю до сих пор я нахожу вот такие аргументы осталось немного давайте вот этот вопрос добьем опять мало сильно тем раскрыта вот середине 17 века в богатых итальянских городах устраивали пышное праздничество вот дальше в милане состоялось шествие который разбавил золотой мальчик одесетворение золотого века тело ребенка была покрыта золотой краской праздник удался но потом больше заболела так долгое время никто не мог объяснить причину гибели ребят предполагали что золотая краска нарушила потоотделение кстати доктора вот поступили а дальше предполагать что краска нарушила потоотделение поступление воздуха вы курсе что через эти самые через кожу и это дышит это самое верхний слой деревьев нет опять нет только значительно позже для трассовики опыт проделали на двумя мужчинами которые покрыли лаком который показал что причина нарушения теплорегуляция кожа орган теплодача все пока даже не читаю хотя это все да 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 прохват именно а это не просто это знаете как если есть допустим сельхоз вуз мой брат сокочил сельхоз вуз как электромеханик естественно что все обновали понять его тоже знает но сельхоз вузе никогда вот это так как это касается человека кожа и храк кожи то никогда вузе не прочитают и не станут я веду дарятся не прочитают так а здесь вот это обязательно за счет было прочитать именно потому что мы как говорил этот самый маугли мы одной крови мы с деревьями одной крови кровеносые сосуды прониживает все наше тело кровь нагревается перетекает другие части тела дает тепла будем все это читать или так поверить так вот этот мальчик умер и умерли миллионы деревьев миллионы я еще раз говорю ребята нас мало читает слушать меня очень мало очень мало ну и не сезон понятно а можно никогда не будет тысячи как было раньше и достучаться я не могу вы не рассылаете друзьям которым это может быть тоже было бы интерес мы же им спасаем тысячи тысяч рублей мы спасаем отказываемся от все это полностью мы отказываемся от каторгнейшего труда перекопка дико это опрыски не бесконечно обрезки бесконечно а после каждой обрезки еще больше становится и снова надо вот мы люди этого не знают ребята что я сейчас такого сказал хотя бы как вариант что может быть все таки железо имеет право сказать что нельзя красить деревья нельзя вот иначе вот это я себе окрасил чем этого не было бы лети обрезка то что же вы творите то это случайно я недавно спасибо юре брат ты мне пришел много роликов а потом было так присылают фотографию женщина на фотографии пару яблок уже сформировавшихся ну свежая фотография уже сформировавшихся уже практически спелых и несколько цветов тут же в озеро это спрашивает коров что же творится а дальше пошли комментарии и вот я с удивлением увиделся люди то вместо того чтобы удивляться искать причину действительно это нормально но я вам сразу скажу причина это больное дерево больное оно больное там несколько причин несовременная посадка несовременная обрезка понятно сочетание тепло холод вот что-то не арктический холод потом опять жара все это да дерево пугается оно эмигрант оно из Италии но оно то не в Италии а подмосковье но больше всего знаете что меня поразило для большего поразило что столько народу написал а что вместо того чтобы удивляться и думать о тех причинах вот я сейчас пальцы загибал нет и у меня такое у меня такое у меня такое у меня такое у меня тоже очень и тогда я понял ребята вот вам еще один хватит колесе деревья потому что тот же вспомнил кто видел этот ролик там много народу вот уже когда шутик я безорожая остался но за сила в середине лета конечно безорожая остался поменьше дерева колес и поменьше слушать самое главное не навреди это не лучше не делать чем делать слушайте давайте но это все по теме вот человек среагировал только сейчас мы говорили на севере привыка почка нежелательно в средней полосе нежелательно на юге есть плюсы которые где-то то есть оно не так опасно а у привыки почка есть вариант что все это я уже читал всех слышит нас вот его реакция короче самый лучший вариант это выставлять косточками что я и делаю спасибо вам за них посылка дошла все супер косточки супер за 20 лет жизни крепкое здоровье с любовью питер вот еще в питере будут саживать ну ладно вот так ну мы постепенно заканчиваем разговор я гражданин России я использую любой случай чтобы сказать ребята нам нужно спасти миром жизни еще раз говорю я обвиняю науку и чиновников одних за безделье других за отсутствие желания помочь людям вот еще раз уже с другого боку говорю не просто до гепатогенной зоны человек теряет сознание или отключается сознание ненадолго способствует этому бессонница головная боль способствует этому алкоголь само собой вот но то чего я вам еще несколько говорил каждый десятый человек со мной было каждый десятый человек подвержен воздействию посторонних влияний этих же самых гепатогенной зоны потому что гепатогенной зоны это излучение земли вот оно такое же опасное как и излучение компьютеров так же как и излучение трансформаторов высоковольтных линий и так далее и так далее и самое страшное что происходит это а еще это сюда же попадают сюда попадают люди которые беззащитны перед гипнотизерами расскажут свежие нет он в случае не свежий недавно мне рассказала очень знакомая женщина очень знакомая женщина очень знакомая женщина где-то там цыганка где она нашла цыганку в Саен-Агорске я не знаю вот она сняла себе золото сходила домой вынесла все деньги вот она была полной стопроцентные загипнотизер она была в отключке я был шокирован она у нее ничего в принципе не было кроме там несколько золотых безделушек и жалких грошей вот ее цыганка полностью сто процентов набировала то есть сделала ее полностью сто процентов послушной так вот я вывезен добавить к этому это мои наблюдения люди которые попадают в аварийную дорогу их примерно 10 процентов вот это как раз те которые подвержены влиянию и другого человека и высоковольтной линии и компьютер на нее плохо действует снимаем приополе полностью вот а значит здоровье решаем вот и планеты попадают в аварию к сожалению их не может я говорю просто консультация факта я же не говорю что из-за этого как их отбраковать это невозможно вот тут то медицина бессильна никто на подверженность или не подверженность гипнозу а это самый главный критерий если человек подвержен гипнозу его нельзя садиться за руль потому что именно гипноз это есть вот это излучение это тоже вариант гипноза вот как это могло случиться вижу по телевизору я на секунду потерял ориентир трупы а он стоит шофер а он еще и к тому же еще не пострадал машины трупы съемка цианогорск место точно определено я потом это сто раз рассказывал про это место никому нахрен не надо и вся страна вот такой вот возле сотни тысяч миллионов таких знаков вот почему потому что когда я сказал про саннабу когда я сказал про людей которые подвергаются воздействию их мозги и биополе и гипнозу и прочее и садить их за руль нельзя все равно права получат значит что надо делать надо выявлять такие зоны выявлять 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 спасать миллионы людей это столько горя вот дороги смерти уже даже без рамок которыми мы заходцы владеем даже без рамок ты ездишь увидел подряд несколько могил считай тут она зоны не могил а знаков могильных знаков так назовем вот а самое страшное что еще когда стоят подряд я вынужден это говорить когда стоят подряд пять десять двадцать знаков это уже дорога смерти и неофициально она не называется дорога смерти вместо того чтобы здесь вот такой знак поставить вот такой вот это разработали мы я и этот самый Андрей Денисенко компьютерчик какой знак полезный видели попробуй не затормози вот вместо того чтобы подоставить таких знаков якобы приказано убрать все что напоминает о трагедиях о смертях убрать то что вдоль дорог там где поневоле человек притормозит видя эти и у него может такая мысль родиться а вдруг здесь более скользко вот сколько этих самых трупов тут сложилось вот это ребята очень важный момент как сделать чтобы дошло до самого вверху у нас в районе и связь потеряна навсегда с этими сверхами навсегда вот выбираем выбираем что интересно я ничего еще не сказал страна выбирает показывает каждый год миллионы нет 2 нет но самое страшное это насильственная смерть в том числе вот этих на дорогах ничего не надо так кто прислал эту грушу как говорите я с фотографией внес а письмо забыл груша почти 600 грамм чья груша не знаю кто автор фотографии не знаю а я любопыт я хочу знать мне уже не надо черенка потому что мне уже сколько может да и земли не дают мы же здесь не хозяева чтоб сказать вот тут вот я хочу взять землю и вы обязаны мне дать а я здесь огорожу и выращу в челни часа а сейчас так хочется показать кукиш кому это мне кукиш ну что в наше время истекает мне задали вопрос по наслению я потом покажу потому что это проще пареная репа вот проще пареная репа вопрос интерес все время думаем не для всех он интерес кто-то может сейчас заранее или потом вернуться найти это место почитать и сказать да ну дай мне где место железа отвечу а что ответит железа а потом сравним вот и давай счастье чтобы у меня сейчас это вот это дурь собачья подлещая дурь подлещая полость будучище окродным уничтожается вот вот те кто вот такие это настоящие абсолютные иерарственные люди не знают ничего они одну знают волчок а я вам показал фильм я снимал видели на третий год все в груши эти волчки все ветки боковые рухнули вот такой лес вот такой лес партик 50-70 вот дождался сейчас все плода груш что интересно не мешать друг другу как начали плодоносить плодоносить вот эти волчки по 2 метра они начали расползаться вот так вот так вот так не мешает да случилась беда из 5 веток рухнули 4 причем ломались из-за страшного рожа но хрупкая древесина ну себе вот так получилось я только подпилил чтобы вот так вот облобыши не торчали облобыши подпилил подровнял замазал торцы масляной краской все на третий год все выше что вы тут выдумываете вот все страшно и пошло 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 ну про гепатогенные зоны на дорогах я сказал вот еще раз призываю вас всех научиться владеть рамками спасете знакомых соседних друзей детей стоит только научиться его увидите хорошо бы кровать переставить смотрят все перестал болеть вот а в другом месте скажем вот же зона а где человек а он хоронили год назад три месяца пусть за одним числом но тоже надо вот вот такие дела и наконец объявление заканчиваются летние скидки на семена железного с первого сентября обычные цены они были не маленькие вот вот на конске несколько супер рубля вы будете покупать по 20-25 рублей вот это сентября а пока по 15 успевать мне даже не выгодно почему-то деньги на сегодня деньги на сегодня на сегодня в общем это почти другая тема попали непонятно посмотрите 코로나 редь delle в Literature никит не vard TA ニ опис